Не удается найти общего решения в вопросе передачи полномочий в области образования от города к округу в рамках 95 окружного закона. Этот вопрос вновь стал предметом бурных дискуссий. Депутат окружного парламента Александр Саблин на предсессионном комитете обратился к своим коллегам с просьбой рассмотреть вопрос об отмене передачи полномочий в области образования от города к округу. По словам законодателя, с такой просьбы к нему обратилась мэр Наринмар Татьяна Федорова и по личной инициативе председатель горсовета Ольга Старостина. В защиту их интересов депутат окружного собрания привел немало аргументов. Свои аргументы высказали и другие участники заседания. Необходимость сохранения полномочий в области образования в ведении города Александр Саблин аргументировал тем, что с передачей возникнет масса проблем экстренного характера. Смена учредителя в образовательных организациях повлечет за собой переоформление документов, уставов, свидетельств госрегистрации, лицензий на право введения образовательной деятельности и аккредитации. Несовременная замена нормативных правильных документов в образовательных организациях может привести к тому, что в выпуске 9-11 классов не получат документы образования. Смена учредителя в образовательных организациях повлечет за собой отзыв действующих электронных подписей руководителей и необходимость оформления новых электронных подписей. Весь процент займёт не менее шести месяцев. Заявления о несвоевременности замены нормативных документов и о проблемах, которые возникнут из-за передачи полномочий, напрасны, заверили представители окружного департамента образования. Механизм передачи уже отлаженный, хоть и не без проблем, но реализован на примере с Заполярным районом. Здесь опасений, я думаю, возникнуть не должно, потому что территориально по школам Заполярного района они находились от нас настолько далеко, но тем не менее, посредством получения доверенности от руководителя мы всё отработали в полном объёме. И поэтому это не повлекло за собой и задержки заработной платы. Мы провели также мониторинг, я лично созвонилась с каждым директором городской школы и знаю на сегодня, что у них в сейфах аттестаты уже приобретены. Поэтому это также не повлечёт за собой приостановление учебного процесса и неполучение документов образования. Об успешном переходе с муниципального уровня на более высокий регионально говорят и сами работники образовательных организаций Заполярного района. Для них реорганизация прошла безболезненно. Школа, конечно, у нас как работала, так и работает в обычном режиме. Больших изменений никаких не произошло. В общем-то, в плане работы школы мы переходы этого не заметили ни для учителей, ни для детей. Однозначную реакцию поправки вызвали и у коллег по депутатскому корпусу. Передать на региональный уровень образовательную деятельность город должен был ещё в январе текущего года. Год назад мы пришли на встречу городу, официально для того, чтобы дать время для подготовки всех необходимых документов и изменения этих документов. Я понимаю, если бы этот вопрос стал вот в августе, в сентябре ещё, да, когда проект бюджета в следующий год неформировался. Тогда, ещё год назад, городу предоставили переходный период на переоформление всех необходимых документов, установив сроком передачи полномочий 1 января 2016 года. У нас вот был переходный период, есть дорожная карта, которая подписана мэром города. Почему-то район у нас передал и без каких-то проблем не 6 школ, а 56 как минимум, а то и более. Почему у нас сегодня в городе вот такая ситуация получилась, что мы остался полтора месяца, меньше месяц остался, у нас же мы бюджет рассматриваем. Сегодня ставится вопрос, значит, вот ту проблему, которую вы поднимаете. Это что получается? Мы сегодня действительно без зарплаты оставим наших педагогов? Тогда почему та дорожная карта, которая была подписана и согласована с городом, сегодня не выполняется? Спустя почти год ответ на этот вопрос остался тем же. В оставшееся время администрация городского округа Наринмар просто не успевает оформить соответствующие документы. С финансовой стороны на вопрос посмотрел депутат Андрей Ружников. В частности, сколько чиновников сегодня обслуживают сферу образования в городе и какая сумма расходуется на их содержание? Управление образованием с учетом переданных полномочий по работе по комиссии по делам несовершеннолетних 19 человек. Примерно по миллион 200, наверное, так, на одного человека. Андрей Ружников, в свою очередь, напомнил всем присутствующим, что 95-й окружной закон принимался в том числе и для того, чтобы сократить численность муниципальных и госслужащих, а в конечном итоге исключить посредничество и дублирующие функции. Это величная сумма. Не легче ли эту сумму потратить на развитие города? Мне кажется, управление образованием округа прекрасно справится. Так же, как это было и с заполярным районом. Все перешло, все работает. А там более, там, если мне не изменяет, я помню, там 60 объектов, правильно, передали? А здесь всего 20. Зачем нам содержать целое управление еще и в городе, дублирующее? Вообще, Александр Иванович, мне очень странно от вас слышать, что вы за то, чтобы у нас опять чиновничный состав пух. И за счет бюджета, я не постесняюсь этого, народных денег. Конкретные цифры к вопросу о финансировании выложил и заместитель губернатора Михаил Васильев. Если взять также пояснительную записку, которая представлена к данной поправке, то с нее достаточно очевидно следует, что из миллиарда 484 миллионов рублей, которые запланированы на городские полномочия, лишь 47 миллионов – это городские деньги. То есть, соответственно, миллиард 437 – это окружные. Принятие закона в нашей редакции позволит эти деньги не перегонять в город. И они прекрасно будут расходоваться в департамент образования на те цели, которые предусмотрены законами. Мэр города Татьяна Федорова, в свою очередь, смотрит на вопрос только с юридической точки зрения, аргументируя ее тем, что передача полномочий по образованию приведет к нарушению исполнения отраслевого федерального закона об образовании. Законом об образовании не предусмотрена возможность передачи полномочий органов местного управления на уровень субъекта. Полномочия в области образования отнесены к вопросам местного значения. Мы с вами, наверное, единственный субъект федерации, который нарушает, на наш взгляд, установлены и переданы, гарантированные наши полномочия в сфере местного самоуправления. Нам вы опять понуждаете, уважаемые друзья, уважаемые депутаты, я к вам обращаюсь. Сегодня возникает правовая коллизия. Какой закон исполнять? Федеральный закон или окружной закон? Впрочем, ответ на этот вопрос администрация города получила еще в октябре. Тогда Верховный суд Российской Федерации поставил точку в споре мэра города с администрацией округа о правомочности 95-го окружного закона о перераспределении полномочий. Высшая судебная инстанция оставила решение окружного суда в Сире, оставив апелляцию без удовлетворения. Иными словами, 95-й закон был признан соответствующим федеральному законодательству, а значит, обязательным к исполнению. Сегодня действующий 95-й окружной закон, да, он сегодня корректируется в зависимости от ситуации, от общения с администрацией, за полярным районом, с вами, какие-то коррективы вносятся. Сегодня он действующий, согласно которому вы с 1 января должны передать все школы и дошкольные учреждения. Вот вы готовы исполнить окружной закон в полном объеме, в котором он сегодня существует? Поправки, внесенные на рассмотрение Александром Саблиным, на комитете отклонили и рекомендовали городу принять меры к исполнению 95-го окружного закона.